Очередное заседание антинаркотической комиссии в Чебоксарах впервые состоялось в новом формате в Камерном театре. В действие моноспектакля «Наташина мечта» вовлекли и нашу съемочную группу. На грани и на нерве. Пронзительная, щемящая история юной детдомовской девочки, мечтающей быть любимой. Моноспектакль о сложности, становлении и понимании себя и мира, выстраивании взаимоотношений с окружающими, о попытке удержать призрачное счастье первой и разделенной любви, которая приводит к преступлению. Я думаю, что моя Наташа, она очень ранимая, нежная сама по натуре, но из-за того, что она попала в ситуацию жесткую, она попала в детский дом, и ей приходится все свои качества такие очень нежные перекрывать агрессией и самозащитой. Что очень важно, мне кажется, в этом спектакле, если рассматривать социальную значимость, это скорее стараться понимать людей и смотреть, что стоит за внешними эмоциями, что у них внутри. Важно обсуждать проблемы. Разговор с подростками не терпит недомолвок, лицемерия и условностей. В таком возрасте многие люди могут совершать много необдуманных поступков, которые в дальнейшем могут повлиять на всю жизнь. Важно обсуждать проблемы со своими близкими, со своими родными. Как подростку избежать ошибок? После жизненных потрясений не попасть в валка и наркозависимость. В Чебоксарах стараются действовать на опережение. Например, за 8 месяцев этого года выявлено и удалено 238 надписей на зданиях, сооружениях, жилых домах, содержащих рекламу наркотических и психотропных веществ и их аналогов. В марте-апреле этого года в 48 школах проведены медицинские осмотры более 2,5 тысяч человек. Также проведено свыше 200 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В городе Чебоксара по всем районам ведут профилактические действия по счету наркотиков. И я считаю, что это очень нужно для нашей нынешней молодежи. Пожелание для молодежи – занимайтесь спортом, не ленитесь, не валяйтесь на диване, учитесь, будьте зазошены. Много работаем с детьми, с молодежью. Наверное, надо выбирать форматы, которые интересны именно молодежи. Хотим их заинтересовать, вовлечь в какую-то полезную деятельность, в полезное и интересное времяпровождение. Ребята, которые приглашены, непосредственно вовлечены в театральное действие, так называемый иммерсивный театр. Я думаю, что ребятам это очень понравится и мы продолжим этот опыт. В Чебоксарах планируют продолжать такие методы вовлечения подростков в культурно-массовые мероприятия, в том числе и по Пушкинской карте. Надежда Морозова, Игорь Зверев, Национальное телевидение, Чувашин.